Всем здравствуйте. Меня зовут Бердников Анатолий. Я отбываю наказание на принудительных работах в городе Челябинске, ФКУ и Ц2. На данный момент у меня уже как полгода подошла возможность подать документы на условно-досрочное освобождение, но именно вот в это время со мной начали происходить такие казусы в виде репрессий со стороны администрации. Мне сделали три выговора, объявили меня злостным нарушителем, и сейчас в данный момент мне грозит лишение свободы. 27 октября будет суд как раз по этому делу. Прямо непосредственно перед подачей ноудо у меня появился выговор за то, что я отсутствовал на рабочем месте якобы. Хотя на самом деле мы были по распоряжению директора, занимались разгрузкой моющих средств, и администрация когда нас застала за это разгрузкой, то есть они видели, что мы находимся за какой-то работой, все в рабочей одежде, вот, не где-то там, не знаю, расслаблялись или там что-то где-то гуляли. Вот, но несмотря на все это нам объявили выговора с напарником, работодателя опрашивать никто не стал, и как бы все так строго и вообще грубо вот произошло. Дальше, примерно через месяц, мне объявляют выговор за то, что я сушил вещи в неотведенном для этого месте. Вот, но я не чувствую ничего практически абсолютного, я бы сказал, за собой, потому что вещи на батарее сушит каждый, не знаю, первый человек в нашем исправцентре. Вот, опять же, на это есть, естественно, причина. Исправцентр не предоставляет нормально оборудованную сушилку. Сушилки, которые есть в исправцентре, это просто обычные комнаты, в которых очень мало веревок, они натянуты на уровне пояса, то есть там просто не повесить, там только в четыре раза, если ее сложить. В вентиляции нет, дополнительных элементов обогрева нет, то есть там ничего не сохнет. И что происходит дальше? Дальше происходит третий выговор, самый, на мой взгляд, прям бредовый. Мне объявляет выговор за то, что я принимал пищу, внимание, в ней установлено распорядком дня-время. Вообще, хочу сразу подчеркнуть, что вот именно то, что вот я сделал и за что мне объявили выговора, вот так вот весь исправцентр живет. Люди постоянно кушают, там, ну, когда им удобно. Кухня, если ее просто взять, вот так вот посмотреть, там, ну, 8 столов на этаже 60 человек, получается две кухни на весь исправцентр, в исправцентре 160-170 человек. В общем, ну, 80 человек на кухню, невозможно поесть за 8 столами, разом за час пообедать. За каждым столом можно сесть, ну, 4 человека. Это вот количество плит на это количество людей. Ну, и количество холодильников тоже оставляет желать в уши. Вот, тем более, что распорядок дня, он не запрещает принимать пищу в какое-то другое время. То есть, если ты находишься на выходном и свободен от работы, от каких-то мероприятий, пожалуйста, ты, как бы, не на особом режиме каком-то ты можешь, там, ну, в пределах, там, центра заниматься, там, своими делами. Потом дальше, естественно, три выговора образуют злостного нарушителя, они меня объявляют злостником и подают все эти бумаги в суд на замену режима. С выговором за прием пищи он в первой инстанции начал ставиться под сомнение. Студья потому что удивился тому, что, ну, как, принимал пищу в неустановленное распорядком дня время. Он начал сразу спрашивать у представителя центра, у юриста, типа, что запрещено, разве распорядком дня, принимать пищу в какое-то неустановленное время. И юрист был вынужден ответить, что нет, не запрещено. Они вообще, ну, не ожидали, видимо, что я подам в суд и буду оспаривать на что-то. Вот. И получается, что на следующем заседании они поняли, что выговор этот может признаться незаконным. Они подложили объяснение от воспитателя. Такая Алмаз Фанилович подложил объяснение якобы, что он проводил воспитательную работу в тот день, чтобы, ну, выговор был железный, как бы. Воспитательная работа проходит недолжным образом тоже, на самом деле. Нас просто рассаживают в комнате воспитательной работы и заставляют смотреть какую-нибудь телепередачу. Или включают какое-то кино. Зачастую, знаете, оно еще идет часа два, это кино, а воспитательная работа длится час 15 по расписанию. Просто тебе включили телек и заставляют тебя просто сесть в комнате. Вот. Хотя по закону, по закону сказано, что воспитательная работа должна проводиться с учетом личности осужденного и с учетом содеянного по статье вот этого деяния. То есть индивидуально. То есть раз на какое-то время, как вот в колонии вот раз в год или раз в полгода дают тесты психологические и наблюдают какие-то изменения. Вот. То есть как ты тогда отвечал, что ты сейчас на эти вопросы отвечаешь. И какую-то смотрят динамику, то есть твоего исправления. В суде это ничего не развалилось. Суд поддержал сторону администрации. Вот. Апелляция также. Сейчас происходит что? Сейчас вот будет заседание уже конкретно по моей замене. И, скорее всего, мне заменят вот из-за этой всей ерунды вот этот вид наказания в виде принудработ колонии. Год и десять еще мне осталось отбывать. То есть вместо УДО я поеду в колонию. При этом же руководстве, но в другом центре, мы еще были, при Копейске это было, стали отключать воду. Точнее давать ее по расписанию. И так получалось, что когда мы уезжали на работу рано-рано, водичка только-только начинала бежать, там еле-еле стручка. Пока этот насос там включится в колонии, там, короче, долго. Вот. А когда приезжали с работы, получается, воды уже не было, потому что восемь вечера ее выключали. Вот. При этом коммунальные все вот эти услуги мы оплачивали все поровну. То есть вот сколько набежало воды, все это делилось на всех. То есть фактически я оплатил за воду, который даже воспользоваться не мог. Даже, например, вот ты приезжаешь с работы, нас встречают оперативный дежурный. Мы с порога сразу, там, Александр Олегович, там, или как там, ну, такой-то, такой-то же, да. А что там, водичек-то есть? А он вместо того, чтобы, допустим, посочувствовать, сказать, ребят, я вам сочувствую, как бы, ну, или нет. А он вместо этого начинал как-то зло шутить, там, знаете, из серии, там, идите снег попробуйте растопить, там, еще что-то. То есть это все обострялось. В итоге написалась коллективная жалоба, в которой я принимал участие. И, естественно, Родина, она ничего не забывает, как выяснилось, вот именно под УДО. И, как я понимаю, они решили просто вот поступить вот максимально, как бы, эффективно, ну, с их стороны, конечно. Максимально, как бы, не знаю, под УДО или как это называть. Ну, короче, вот именно под УДО вот это все дело началось. Вот. Я надеюсь, что благодаря этому видео мне удастся все-таки добиться правды. и провести реальную проверку, и обличить вот этот должностной подлог, который был со стороны Такаева, ему отдавал по-любому распоряжение или замначальника, или начальник. То есть просто так бы сам воспитатель бы, ну, не стал бы никакие действия вообще предпринимать. Я считаю, что должностные лица, которые стоят у истоков законности и под присягой получают эти все погоны, там, звания, они просто обязаны вообще все это соблюдать в первую очередь сами. Потому что все эти правила написаны не только для нас, но и для них тоже. Вот. И когда такое происходит, это, ну, такое без внимания оставлять нельзя. И очень жаль, что вот все эти надзорные органы, они бездействуют и все это дело покрывают. Просто в рамках правового поля не получается добиться ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok